Здравствуйте! В эфире новости Дагестана, в студии Катимат Гаджиева. И вот самые важные новости к этому часу. Мероприятие в честь памяти Магомеду Нурбагандова. Сегодня пятая годовщина со дня его гибели. Гаражи вместо детской площадки в Дзербенте. Жители улицы Имергазиева препятствуют оболгораживанию двора. Ислам в современной жизни России. Муфти Дагестана принял участие в онлайн-форуме по вопросам межконфессиональных отношений. В памяти о Герою России. Сегодня пятая годовщина гибели Магомеда Нурбагандова. В его памяти в Махачкале возле здания Советского РОВД прошло мероприятие, в котором приняли участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Дагестан, близкие и друзья героя. Они возложили цветы к мемориальной доске Магомеда, установленной на фасаде здания Управления внебедомственной охраны. После этого прошла акция «Работайте, братья!». Участники наклеили стикеры на автомобили коллег Нурбагандова с известным уже всей стране словами. В тот ответственный момент, оказавшись в очень сложной жизненной ситуации, в предсмертной минуте, сказал «Работайте, братья!». Это призыв, чтобы мы работали дальше. И что мы делаем, да, по себе? На траурном мероприятии говорили о значимости сохранения памяти о герое для воспитания подрастающего поколения. Представитель проекта «Галерия старых» из Санкт-Петербурга вручил руководству внебедомственной охраны полотно с изображением Магомеда Нурбагандова. Художественный замысел этой картины состоит в том, что погибая герой, либо просто совершая подвиг, отзывается в каждом здравомыслящем сильном человеке, давая ему вдохновение и придавая сил на свои маленькие свершения и личные подвиги, а возможно и очень большие подвиги. Мы объединение молодых художников Санкт-Петербурга и стараемся освещать в своем творчестве важные события, произошедшие в нашем государстве, создавая современную историческую картину. Коммерческие объекты, нарушающие карантинные предписания, закроют или оштрафуют на 300 тысяч рублей. Накануне в ходе ночного рейда выявлено три заведения, досуга руководителя которых реагнорировали ограничительные требования. В рестораны, бары и караоке-клубы с проверкой направили сотрудников администрации Махачкалы совместно с представителями органов правопорядка. Почти все администраторы данных заведений при виде сотрудников мэрии и полиции экстренно закрывали входы в здание. Почти при каждых рейдовых мероприятиях приходится сталкиваться с такими ситуациями, где нас не запускают вовнутрь, где приходится привлекать участковых. Для нас самое главное, чтобы эти мероприятия проходили бесконфликтно, поэтому мы привлекаем сотрудников полиции и стараемся всегда, как бы люди идут нам на встречу, нас понимают и закрывают свои заведения. В данном случае ночной клуб ловила. Приехали сюда, здесь клуб работает, функционировал. В соответствии с кодексом административных правонарушений применит по статье 20.6.1 мэрия административного взыскания от 100 тысяч до 300 тысяч рублей в отношении юридических лиц. Также есть право у Роспотребнадзора к таким объектам, которые нарушают режим ограничения, тоже по соответствии со статьей 6.3 принимать меры, кроме как наказания в материальном плане, так и 5 дней и до 90 дней закрыт объект. Напомню, согласно решению Оперштаба, работа досуговых заведений и мест общественного питания разрешена до 23.00, после чего вступают ограничительные меры. Дагестанцы все чаще пользуются безналичным расчетом. По информации регионального отделения Банка России, за первый квартал 2021 года жители республики совершили более 20 миллионов операций по оплате товаров с использованием банковских карт. Всего объем безналичных операций составил почти 15 миллиардов рублей. Данные показатели выше на 47% по сравнению с предыдущим годом. Рост популярности безналичных платежей обусловлен удобством сервиса. Также в рамках проекта Банка России и правительства Дагестана до конца 2021 года реализуется ряд мероприятий по увеличению доли безналичных платежей в отдаленных и малонаселенных территориях республики. Чистый и благоустроенный двор – это, пожалуй, мечта практически каждого жителя многоквартирного дома. Однако в Дзербенте жители улицы Эмергазиева, 40, этой возможности лишают владельцы гаражей. Они, по словам городских властей, незаконно оформили под себя участки, относящиеся к дворовой территории, и препятствуют реализации проекта благоустройства дворов. Подробнее Патимат Ханапова. Проект по благоустройству двора давно готов. Средства выделены и даже проведена часть работы. Ранее эта территория выглядела как заброшенный пустырь. Здесь находились более 60 гаражей. Большинство из них снесли по согласию собственников. Однако осталось 7 объектов, которые незаконно оформили частную собственность на землю. Владельцы участка выступают против сноса конструкции. Этой землей владеют все собственники этого жилья. Они тоже владельцы этой земли. То есть те, которые гаражи убрали, у них тоже земля была. Они владельцы. Такие же. Дальше, что? Суть в том, что... Суть в том, что рано или поздно этот гараж мы уберем. Суть посмотрит ваши документы, дадут правовую экспертизу вашим документам и примет соответствующее решение согласно закону. И что вы будете делать дальше? Вы просто сейчас тормозите все работы, которые здесь хотим сделать. Хорошо, обойдем мы ваши гаражи. Дальше что? Обойдем. Дальше гаражи. Детская площадка будет на гараже. Поставим детскую площадку, поставим вокруг бордюра и поставим. Как вы будете эксплуатировать свой гараж дальше? Смело. Этолет куплю. Гаражи стоят прямо посередине двора, где могла бы быть детская или спортивная площадка, скамейки и деревья. Если металлические конструкции не будут снесены, реализовать проект в полном объеме не удастся. Здесь достаточно интересный, хороший проект. Это самый большой, самый интересный с точки зрения благоустройства двор. Здесь даже предусмотрен небольшой амфитеатр, сцена, большая детская зона, спортивная зона отдельная. Это достаточно интересное решение. И не хотелось бы, чтобы из-за нескольких гаражей это все не реализовалось. По данному факту собраны материалы, они переданы в суд. Сейчас ожидаются решения по демонтажу. Кроме того, многие жильцы дома жалуются на медленный темп работ. Суподрядчик, в обязательство которого входит укладка инженерных сетей, приостановил работы по неясным причинам. Если сегодня, красть завтра, если не приступят здесь, расторгайте договор и все. И другие суда подводите. Правильно возмущаются? По тематам Ханапова, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Дзербент. Дагестанцам рекомендуется пользоваться кипяченой водой во избежание новых отравлений. С этим заявлением выступил Роспотребнадзор. Обильные дожди в регионе привели к поднятию уровня воды в реках. Произошло подтопление улиц, источников питьевой воды и кора. Они загрязнены, насосные очистительные станции работают неудовлетворительно. Поэтому для питья в ближайшие дни жителям республики рекомендуется пить бутилированную или кипяченую после отстаивания воду. В мэрии Махачкалы обсудили подготовку к празднику Курбан-Байрам. Говорили о организации комфортных условий для проведения религиозного обряда жертвоприношения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Обсуждалось подведение временных коммуникаций к выделенным площадкам. Это дезинфекционная обработка мест проведения обряда, регулирование транспортных потоков и организация парковочных зон. Вот этот план мероприятий, который будет по организации проведения праздника Курбан-Байрам, после того, как завтра Саламан Кадьячева подпишет, всем тем управлением, которые здесь есть, они будут розданы. В завершение собравшиеся договорились выехать на площадки для жертвоприношения, которые находятся за чертой города. Это в районе торгового дома Киргуй и ипподрома вдоль трассы Махачкала-Каспийск. Отмечу предположительно, Курбан-Байрам в этом году будет отмечаться в начале третьей декады июля. Расулевские чтения «Ислам в истории и современной жизни России» в Муфте Дагестана принял участие в Международной Всероссийской научно-практической конференции. Ежегодный научный форум носит имя шейха Зайнулы Ишана Русулева. В мероприятии, которое проходило в онлайн-режиме, обсуждали вопросы укрепления межконфессиональных отношений. Эксперты отметили необходимость тесного сотрудничества в противостоянии глобальным вызовам, в том числе и пандемии. По словам организаторов, участниками конференции стали представители девяти стран. Цель этого мероприятия очень благородная. Правильное построение межконфессиональных отношений является залогом здорового общества на всей нашей планете. Не сомневаюсь, что поставленные организаторами задачи успешно претворятся в жизни. Отдельно хочу отметить заслугу тех, кто, несмотря на сложные времена, второй год подряд не отменил традицию проведения этого, еще раз повторяю, очень благородного мероприятия и сумел собрать всех нас таким образом. От себя лично и от имени всех мусульман Дагестана хочу передать слова искренней поддержки всем участникам. Защите и милости Всевышнего Аллаха во всех добрых намерениях, полезных для нашей Родины и всего народа. В Дагестане впервые стартовал форум «Волонтеры туризма», который проводится в целях развития волонтерского движения. Данный форум должен помочь молодым людям создавать и реализовывать туристические проекты в Дагестане. Ведущие российские эксперты в сфере туризма проводят тренинги по технологии проектной деятельности, а также делятся опытом и оценивают инициативы волонтеров. Форум организован Министерством по туризму. В мероприятии приняли участие представители власти и общественники. Из-за сложной эпидемиологической ситуации форум проходит в формате видеоконференции. И о спорте. В Ботлихском районе чествовали новоиспеченного чемпиона Европы по вольной борьбе среди молодежи Расула Аслуева. В родном зале местной спортшколы, откуда начинался спортивный путь борца, собрались представители администрации района, сел, близкие родственники, друзья и болельщики спортсмена. Выступающие отметили, что победа Аслуева – это общий успех всего района. Борцу, ныне представляющему столичную школу имени Абдурашида Садулаева и его тренером Шамилю Амарову и Раджабу Меджидову, были вручены денежные вознаграждения, а также визитная карточка горцев в будке и папахе. Завершилось мероприятие с зажигательной лесгинкой и памятным фото. На этом у меня все, так что вы можете смотреть наши новости на сайте nnttv.ru. Я же с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова